Приветствую всех, кто включил сегодня это видео. Вы смотрите канал LEGO Crazy Motion. Итак, сегодня у нас очередное включение на военную тему. Мы немножко пройдемся по двум основным конкурентам. Это компания Brickmania. Упс, не Brickmania, это мега сбили вот эти наборчики. Я их просто как фон выставил, чтобы не смотреть на скучную простынь. Итак, у нас два основных конкурента. Это Brickarms и Brickforge. Что хочется сказать про Brickforge в первую очередь? В основном Brickforge я рассматривал как компанию, которая делала аксессуары на средневековье. Например, мне вот очень нравится у Brickforge набор на римлянина. Есть классическая фигурка из, кажется, шестой серии мини-фигурок. Римлянин, который мне очень нравится. Вообще моя любимая фигурка. Так вот, Brickforge сделал набор римского легионера. Сейчас мы примерим. В этот набор входит... Ой, некрасиво разорвал. Надеюсь, среди зрителей особых эстетов нет. Итак, высыпайся уже. Все, наконец-то я победил полиэтиленовый пакетик. Надо себе эту победу записать куда-нибудь. Итак, значит, у нас есть щит, который даже, как мы видим, больше, чем леговский. Есть копье. Кстати, если вы подкроете учебник истории за пятый класс, вы увидите, что именно такие копьи у римских легионеров и были. В этом плане Brickforge очень грамотно подошли и сделали хорошо. Ну вот. Сегодня все сыпется из рук. Так, значит, копье тоже значительно длиннее. Дальше что у нас входит? Меч. Ну, меч на самом деле почти как леговский, просто не у этого солдата, а у другого. Так, пояс с ножнами и эпалеты гибкие, которые должны вот так, по идее, согнуться на солдатике. Ну, давайте померяем. Давайте прямо вот на этом римском легионере от самого Лего. Значит, мы одеваем ему пояс. Так, уже серьезнее выглядит, подрос. Мы даем ему щит. Мы даем ему копье. Одеваем шлем. Выпрямим. Так, одеваем Brickforge'овский шлем с оперением. Можно так поставить, наверное, не знаю. Надо посмотреть про римлян, не помню. Так, меч суем в ножны. Так, это проблема. Он так ходить не сможет. А так рукой махать не сможет. Косяк. Так, а если пояс попробовать перевернуть? Так, щит теперь улетел. Да что ж такое-то? Так, а если мы перевернем? И получится... А перевернуть не получится, торсик не входит. И все равно по длине будет торчать. Да, в общем, с поясом и мечом какой-то косяк. То есть ножны есть, а вставить не получится. Ну и ладно. Разберемся как-нибудь. Так, эпалеты. На плечники накидываем. Ну, вот такой вот серьезный дядька получился. Римский легионер. Копье, естественно, должно было выпасть. Вот. Вот такой вот римский легионер в исполнении Брикфорджа. Да что ж ты будешь делать? Ой, дайте адрес. Где курсы по выпрямлению рук? Может уже и видео сегодня не записывать от греха подальше. Итак, вторая попытка. Вот. Итоговый римский легионер от Брикфорджа. Короче, я давно планировал снять мультик про римлян. Скорее всего, про сражения с галлами какими-нибудь. И я купил 10 таких вот наборов от Брикфордж. То есть 10 легионеров я сделаю вот такими. Ну и плюс у меня штук 20 римлян классических от Лего. В общем, римскую армию я собрал. К чему я все это говорю? То, что Брикфордж для меня это компания, которая в первую очередь делает вот такое вот оружие на средневековье. Плюс небольшое количество аксессуаров. И в этом плане они, наверное, все-таки у Лего выигрывают. У Брикармса. Брикармс тоже делает холодное оружие, но не в таком количестве. Вот, в частности, у меня есть самоделка, крестоносец. У него меч от Брикармса. По крайней мере, покупал на сайте как Брикармс. И меч очень качественный, очень хороший. Мне нравится. Но по объему, по разновидностям холодного оружия, конечно, Брикфордж впереди. И вот Брикфордж меня поставил в тупик тем, что выпустил военную линейку. Но давайте, прежде чем мы о военной линейке поговорим, я покажу в целом, что мне пришло в новой посылке. Во-первых, мне пришел вот такой вот анархист. Это будет, чувствуя меня, новым героем в «Приключениях Кондора». Heavy Metal and the Dust. Ну, найдем я вам применение в мультфильме. Это я так, просто до кучи купил. А теперь основное. Значит, у меня, наконец-то, теперь будут выглядеть советские солдаты по-нормальному. Сейчас я покажу. Значит, в моих мультиках про Сталинград русские были, ну, частично были вот такие. Вообще-то, это немецкий торсик из «Лего Индиана Джонса», но у меня он использовался как советская униформа. Я, наконец-то, на «Ситизенбрике» купил торсики советских солдат. Тут уже и подсумки правильные, и рубашка верхняя, вещь-мешок. В общем, сделано под советского солдата. Вот теперь мы переставляем голову с ушанкой и ноги. И получаем вот такого вот солдата. То есть я следующий фильм про Сталинград буду снимать уже вот с такими вот советскими солдатами. Тоже 10 штук я себе купил. Отряд у меня есть. Оружие для них, как вы знаете, тоже есть. Так что, можно сказать, добро пожаловать, нормальные советские солдаты, в мультике про Сталинград. Далее. Это касаемо советских солдат. Кстати, еще просто для интереса я купил фигурку советского спецназовца. Купил ее на сайте Брикмании, поэтому производитель точно мне неизвестен, кто это. Но советский спецназовец... Ой, почему советский? Российский. Российский спецназовец выглядит, по мнению Брикмании, вот так. Серая униформа. Подсумки, наколенники, шлем с черным визором. Сейчас я его одену. Вот такой шлем. Космонавт. И сзади рация, еще какие-то подсумки. В общем, они считают, что наш спецназ выглядит именно так. То есть, у них прямо вот в латинице было написано спецназ. Ну, я одну фигурку взял для того, чтобы понять, что такое спецназ в их понимании. Так. Далее. Мы все приближаемся к основной теме сегодняшнего включения. Но еще одно отступление лирическое. Как многие из вас знают, я планирую снимать мультфильм про Афганистан. Для этого я купил два БМП. В прошлой передаче про Т-34-85 я показал обе коробки. А сейчас я купил... Так. Где оно, где оно, где оно? Вот. А сейчас я купил торсики для наших солдат на время Афганистана. Они, конечно, не совсем, чтобы прям вот очень похожи. Но при желании можно посчитать, что это вот советские солдаты в Афганистане. Ну, короче, для меня, да. А там уже сами решайте. Так. Теперь мы приставим голову. Оденем вот такую вот беретку. Ноги. Ну, вот, что у меня получилось. Для меня это десантник на Афган. Я выдам калашников, посажу на БМП. И мне кажется, что российская армия... Нет, на тот момент советская армия. Советская армия для мультика готова. Маджахеды тоже почти есть. В общем, я почти готов снимать мультик про Афган. Это будет советский солдат. Таких у меня тоже будет штук 10. Может быть, даже больше. А больше, наверное, у меня торсиков штук 20. Беретов у меня тоже, вон, целый пакет. Поэтому... В общем, советская армия на Афган у меня в большом количестве есть. Тут бы еще горы купить, а то гор мало. А в Афганистане, как положено, горы есть. А растительности нет. А у меня наоборот. В общем, будем решать этот вопрос. Наверное, остался последний момент. Итак, мы перешли вообще к самой главной теме включения. Сравнение Brickforge и BrickArms. Ну и до кучи, наверное, еще Citizen Brick. Собственно, что меня интересует в этой конкуренции компаний. Brickforge недавно выпустил военную линейку на Вторую мировую. Амуницию. Некие аксессуары для американцев. Да, давно ничего-ничего не падало. На американцев и на немцев. Так, стоять. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.